Когда мой самый родной и близкий человек, Даня, в 22 года вследствие стремительно развившейся онкологии сгорел буквально за полтора месяца и покинул физический мир, я впал в состояние глубокого шока, горя и отчаяния. К тому моменту я был абсолютным скептиком во всем, что касается духовного мира. Я не верил в жизнь после жизни, отрицал существование Творца, а все свидетельства потустороннего мира полагал обманом, галлюцинациями, хитрыми выдумками или мошенничеством. Я еще не знал, что на следующий день после своего перехода Даня, который всегда ставил благополучие родных людей выше своего, уже настойчиво толкал меня на путь, который изменит всю мою жизнь и мировоззрение. Я почувствовал огромный поток любви, исходящий как будто из ниоткуда, и услышал навязчивый внутренний голос, предлагавший изучить разные источники, описывающие доказательства существования жизни после жизни. Отправившись по этому пути, я стал свидетелем множества чудесных событий, о которых я во всех подробностях расскажу позже, и получил стопроцентную уверенность в том, что наши любимые, родные и близкие, покинувшие Землю, переживают смерть физического тела и попадают в совершенно другой мир, в котором продолжают свой жизненный путь. Вкратце, я уже рассказал вам, что некоторое время спустя, после ухода Дани, я начал повсюду видеть образы сердца. В нашей книге «Жизнь после жизни есть, я знаю», «Путешествие скептиков в потусторонний мир», я рассказываю об этом во всех подробностях и объясняю механизм этого удивительного явления, а также представляю фотографические доказательства. Это еще один канал связи, по которому мне было передано и продолжает передаваться послание о том, что у Дани все хорошо. Он безмерно любит своих родных и ждет воссоединения с ними, когда придет час. Но один из главных каналов, по которому я общаюсь со своими родными, перешедшими на тот свет, это музыка. Я не сразу дошел до понимания того, что духовный мир шлет мне сигналы через музыку, на это потребовалось время. Но когда пазл сложился, все стало кристально ясно. В первые недели после ухода Дани я находился в плачевном состоянии. В те невыносимые дни я не мог заниматься творческой деятельностью и отправился работать в такси, чтобы чем-то занять себя и переключиться с мрачных мыслей. На первой же смене я заметил, что из радио постоянно и навязчиво звучат песни, в текстах которых встречаются слова «Я тебя никогда не забуду» и «Все будет хорошо» на русском и английском языках. Эти несколько песен звучали так часто, как будто весь плейлист радиостанций только из них и состоял. Уже тогда мне показалось это странным и необъяснимым, но я продолжил горевать и плакать. Некоторое время спустя мне приснилось два очень реальных сна, запомнившихся мне в мельчайших подробностях. В первом сне Дани недовольно сказал мне дословно «Я весь во влаге» и поморщился так, как будто он намок под дождем. Тогда я еще не понимал, что это означает, но позже я прочитал несколько книг на тему влияния горя на умершего. Смотри, например, Вернер Шебеллер «Влияние горя на умершего» и узнал, что чрезмерные горевания и слезы, влага, осложняют пребывание наших любимых в потустороннем мире и наполняют их души печалью. И на самом деле это неудивительно. Представьте, что вы переехали в прекрасную страну, в которой проживают прекрасные же люди. Море в двух шагах, все время тепло, вкуснейшая еда, замечательные достопримечательности, все дешево и чистейшая экология. А ваши родные, оставшиеся в какой-нибудь холодной и неблагополучной стране, проявляют свой неприкрытый эгоизм и засыпают вас смс-ками, как им плохо и тяжело в их дождливом и холодном климате, отравленной экологией, в окружении враждебных личностей на тяжелой работе, а цены в магазинах вообще невыносимые. Будете ли вы переживать за своих родных и желать им помочь, осознавая невозможность это сделать до тех пор, пока они сами не решат все свои задачи и не переберутся к вам, в замечательную прекрасную страну? Разумеется. Переход на тот свет ничем не отличается от этого примера. Вот почему очень важно знать, что жизнь после физической жизни продолжается и не перегибать палку с горем и слезами, а вместо этого испытывать как можно больше положительных, светлых эмоций по отношению к нашим усопшим родным, молиться за них и желать им прекрасной посмертной жизни. Второй сон был еще реалистичнее. Накануне я попросил Даню послать мне какие-нибудь сигналы о том, что у него все хорошо и в шутку пожаловался, что судя по разным мистическим историям, другим удается даже позвонить или отправить смс-ку с того света. Почему же он так не сделал, являясь молодым и продвинутым технически человеком? И вот ночью я уснул и увидел удивительный сон. Я лежал в своей же кровати и это не казалось сном. Ощущение было, как будто все происходит наяву. Зазвонил мой мобильный телефон, я ответил и на том конце провода услышал Даню. Он сказал, что у него все хорошо и попросил прекратить переживать. Я сразу же спросил его, правильно ли я понял по остановившимся в день его ухода часам и сгоревшему домофону, что его душа прилетала, чтобы проведать меня? Он ответил да. Затем из телефона зазвучала песня группы Abba Lay All Your Love On Me. Ее громкость менялась. Я спросил его, как он умудрился так сделать? И он ответил, светится. И я могу так делать. Что? Светится? Не понял я. А Даня, немного раздраженно, как он это всегда и делал в жизни, когда приходилось повторно кому-то объяснять очевидные вещи, сказал, ну да, светится. Позже из книги Всеволода Запорожца «Контуры мироздания», в которой экспериментально доказывается существование жизни после жизни, я узнал о таком понятии, как светимость, по которому усопшие обнаруживают нас, живущих, чтобы связаться с нами. Выглядит это, как огонек на болотах в тумане или далекий свет единственного тусклого фонаря в деревне. По нему они узнают нас и, идя на свет, получают возможность пообщаться с нами или передать какое-либо послание. Пазл снова сложился. Вот что светится. Перевод текста песни, который Даня транслировал по телефону, гласил, что мне не нужно тратить себя попосту, а вместо этого просто отдать ему всю свою любовь. После этого в моей голове уже начала складываться система, и я начал догадываться, что все это не просто так, а появляющаяся то и дело музыка действительно является посланием с того света. Прошло несколько недель. Я сидел дома, и на меня снова накатила волна горя. Не успели слезы по утрате потечь из моих глаз, как из радио зазвучала песня «It's All Right» группы East 17. В ней есть следующие слова. Не будь таким печальным, ведь любовь на твоей стороне. Не будь таким печальным, ведь жизнь так коротка. Не будь таким печальным, я сойду с ума, если ты будешь грустить. Все хорошо. Вот что я пытаюсь донести. Совпадение? Не думаю. Но дальше еще интереснее. Я выхожу из комнаты и сажусь завтракать. И вдруг замечаю, что передо мной лежит хлеб, который я обычно не покупаю, на упаковке которого написано «Все будет хорошо». Это лишь несколько примеров таких посланий, которые приходят иногда каждый день, иногда раз в неделю, но точно являются системой, которую невозможно не увидеть. Послания сконструированы и посылаются так и в таком объеме, чтобы даже самому закостенелому скептику или даже последнему дураку все стало ясно. Судя по исследованием околосмертных переживаний, проведенных за последние 50 лет, смотри книгу Джеффри Лонга «Доказательства жизни после смерти». Обобщенным данным спиритической коммуникации, смотри книгу Роберта Крукола «Высшее приключение». Сведениям, поступающим к человечеству с той стороны, смотри книгу Билла и Джуди Гугенхайм «Послания с того света». Видением умирающих на смертном мадре, музыка в посмертном мире играет особое значение. Музыка на том свете является чем-то вроде творческой энергии, влияющей на все живое. Возможно, она исходит от самого Бога, средоточия породившего все сущее источника. Музыкальная, как и цветовая гамма, на том свете сильно расширяется и невозможно описать человеческим языком всю ее красоту и величественность. Поэтому неудивительно, что именно музыка выбирается нашими перешедшими в страну лето любимыми, как способ общения с нами и инструмент передачи знаков, сигналов и посланий. Хотите еще примеров? Пожалуйста! В один из холодных, мрачных и печальных дней, когда я в очередной раз провалился в горевание по Дане, случилась целая череда удивительных и приятных событий, которые меня очень сильно порадовали. Подойдя к фотке Даньки, которая стоит у меня на рабочем столе, я поблагодарил его и попросил передать мою благодарность нашим ангелам-хранителям, Господу и другим родным. Стоило мне отойти от фотографий и заняться другими делами, как из радио, в случайном порядке проигрывающего музыку из интернета, зазвучала песня «You are welcome» из замечательного мультика «Муана», который мы вместе с Даней смотрели незадолго до его ухода, и он нам обоим очень понравился. В переводе на русский название песни означает «пожалуйста», «на здоровье» или «не стоит благодарности». Показательно и то, что песню эту поет очень духовная сущность, полубог Мауи, который в свою очередь является посланником другого величественного божественного существа, Матери Природы. Совпадение, скажете вы, возможно, если рассматривать его как одно единственное событие. Если же такие совпадения происходят раз за разом, день за днем, то они перестают быть совпадениями, а в силу определения становятся закономерностями. А закономерности, в свою очередь, означают, что за ними стоит непреложный факт. Жизнь после жизни есть. Наши ушедшие любимые и близкие переживают свои физические тела и ждут нашей новой встречи, продолжая окружать нас любовью и заботой. И эта встреча несомненно и всенепременно состоится. Я это точно знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok